Слава Иисусу! Наконец-то мы выходим в эфир. Будьте благословены, где вы сейчас находитесь. Я надеюсь, что у вас есть веская причина, то, что вы не в Доме Божьем, и вы смотрите. Но желательно вам ходить в собрание, и в собрание вживую слышать Слово Божье. Будьте благословены. Прежде чем буду проповедовать, я хочу сказать к тем людям, которые хотят, чтобы их жизнь изменилась. Вы желаете, чтобы ваша жизнь изменилась. И вы не знаете, что вам делать для этого. Послушайте, Господь нам дал Своё Слово. Его надо говорить в своей жизни. Вот как к врачу вы приходите, он прописывает вам лекарства и говорит, три раза в день там, по столько-то, столько-то надо употреблять. Видите? И вы послушно употребляете. Вот знаете, намного больше, важнее слушать то, что Бог говорит. Он нам говорит Своё Слово. Он говорит. И это истина. Слово Божье есть истина. И наша задача в своей жизни не говорить то, что видят наши глаза. Ой, вирусы. Ой, смерть. Ой, падение экономики. Ой, война. Ой, разруха. Ой, голод. Ой, конец света. Ой, метеорит, стероид летит. Астероид. Зачем это всё говорить? Зачем всё это увеличивать, рекламировать? Вы говорите наоборот. Вот, говорите то, что говорит Слово Божье. Говорите, я успешный человек. Я Божий человек. В моей жизни будет всё в порядке. Я свою жизнь, дух, душу и тело посвятил Господу. И Господь управляет всей моей жизнью. С моей головы волос не упадёт без воли Божьей. Вот говорите, цитируйте Слово Божье. Цитируйте. Потому что даже сам дьявол цитировал Слово Божье. Когда приступил к Иисусу. И он сказал, сбросься со скалы. Иисус ему говорит, написано, не искушай Господа. А до этого он сказал, что ведь написано о тебе. Что ты, если будешь лететь, ангелы тебя подхватят. И понесут на руках своих. Что ты не разобьёшься о камне. Вот прыгни. О тебе написано. О тебе написано. Он читал Библию. Он читал Слово. Дьявол, прикиньте, читал Слово Божье. Раз он Иисуса цитирует на память. Стих из Библии. Многие верующие не знают. 90-го псалма. Но смотрите. Иисус ему сказал, не искушай Господа. Он опять, Иисус, сражался с дьяволом, используя не просто свой авторитет, а авторитет Слова Божьего. Как вы можете победить все проблемы вашей жизни? Горе или переживания какие-то, или вызовы какие-то. Используйте Слово Божье. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Для чего нужна вера?». Многие люди могут думать, например, что, ну, хорошо, я согласен с тем, что есть категория людей верующих, набожных людей, религиозных. Ну, это не для всех. Ведь мы же живем в таком нормальном социальном обществе, гуманном. У нас есть хорошие законы, хороший уровень жизни, защищенность. Зачем нам верить в Бога? У нас электричество есть, у нас есть все, что нужно. Зачем нам верить в Бога? И вы знаете, вера в Бога является стержнем жизни человека, этим основанием. Это как скелет. Вот если есть у человека скелет, на нем держится все тело. Все тело, вся твоя мышечная масса, даже твоя голова держится на скелете. Это центр, центр твоей жизни. Все, и не будет у тебя скелета, тебя не будет. Это что будет? Большая медуза расплывшаяся? Непонятно. То есть мы понимаем, насколько важен скелет жизни человека. Скелет строения темы. Я перед вами стою. Потому что у меня есть скелет. Так же и вера в Бога, она настолько важна. На вере в Бога базируется наша жизнь. Человек приходит сюда, на землю, пожить только небольшой отрезок времени. А дальше идет вечность, когда не будет конца. И вот в этот маленький отрезочек вечности, многие люди говорят, зачем мне вера в Бога? Но если бы ты знал, что ждет тебя впереди, то ты бы так не рассуждал. Ты бы сказал, Боже мой, мне так нужна вера. Мне срочно просто экстренно нужна вера, чтобы наладить свою жизнь, чтобы привести ее в порядок. С того момента, когда человек потерял общение с Богом и отношения, все, разорвались, отношений больше не было. Из-за греха, из-за непослушания. С того момента Бог ищет людей веры. И только у тех, у кого есть вера, с теми он общается. Вы скажете, это несправедливо. Нет, это справедливо. Если вы откроете Евреям 11 главу, вы увидите. Вы увидите, как идет перечисление. Там идет просто, как сказать, реклама веры. На что способна вера, для чего она нужна. Вы знаете, там написано, что Енох ходил с Богом и не стало его. Там не написано, что группа из 30 человек просто собирались и что-то обсуждали о Боге. Нет. Он ходил с Богом. Как ты можешь ходить с Богом, если Бог есть Дух? Как? Если он всемогущий, он совершенный. Как ты можешь ходить с Богом, если ты человек, ты прах. Из праха взятый, в прах возвратишься. Ты взятый с земли, в землю возвратишься. И как ты, будучи прахом, можешь общаться с Творцом? Только на основании веры. Веру Енох ходил с Богом. Верою. Верою он был переселен, так что не видел смерти. Верою Авраам. Верою Моисей. Верою там все. Там написано, что верую, 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 верую. Поэтому мы сегодня будем рассматривать, для чего нужна вера. Насколько она необходима. Многие люди уверовали. И думают, что все, они приехали, у них конечная остановка. Все, больше им не надо. Они же поверили в Бога. Ну, поверили в существование Бога. Вышли вперед, помолились, приняли прощение о грехахах. И все. И теперь все на этом. Но послушай. Ведь жизнь продолжается. Продолжается. У тебя происходят перемены в жизни. У тебя происходят процессы, которых не было раньше. Ты взрослеешь. Ты по-другому восприятие у тебя. По-другому теперь на жизнь. Если в молодости ты думал так, то повзрослев ты совершенно, думаешь иначе, ты видишь обширнее. Знаете, как апостол Павел говорит? Когда я был младенцем, я по-младенчески говорил и по-младенчески мыслил. Каля-маля. Каля-маля. Мама дай. Мама дай. Апостол Павел про это говорит. Их многие люди вот так вот приходят пред Бога. Каля-ля-ля. Бог дай мне. Бог дай мне. Дай мне. А как говорит потом. А когда я повзрослел и стал мужем, то я соответственно изменился. Я стал говорить соответственно уже взрослому человеку. Я стал общаться с ним. У меня появились взаимоотношения. Моя вера в Бога не заключалась только на дай, 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 дай. Моя вера в Бога заключалась на взаимоотношениях. То есть Бог со мной говорит, а я говорю с Богом. Никто не может общаться с Богом, если у него нет веры. Вера – это как подарок, дар от Бога. Евреям 11.6 написано, а без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть. И ищущим его воздает. То есть ты никогда не можешь быть рядом с Богом, если у тебя нет веры. Задумайтесь, для чего нужна вера? Для того, чтобы быть с Богом. Не только для того, чтобы от Него что-то получать. Хотя нас Господь Иисус и учил, что молиться для того, чтобы получать. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Мы веруем, молимся Отцу, что Он нам даст хлеб. А кто-то из людей, например, подойдет и скажет, что ты у Бога просишь хлеб? Пойди в магазин докупи. Знаете, много людей ведут себя так, потому что они думают, то, как они живут сейчас, так всегда будет. Вы не представляете, что когда в Америке случился кризис, Великая депрессия, на тот момент, перед самым этим, было очень много богатых людей. Банки раздавали кредиты, люди брали, там играли акции, покупали. И в один день лопнул этот пузырь. И люди, вот знаете, из князя обратно в грязи. И знаете, на то время, если человек приходил в гостиницу, у него спрашивали, вам номер для чего нужен? Чтобы выброситься из окна или переночевать? Вы когда-нибудь такое в гостиницах слышали? Не смешно. Вот это было. Понимаете, до этого люди жили. И думали, так всегда будет. Хлоп, и все. Болезнь тебя сразила. И ты понимаешь, что ты, все, ты брошен, ты оставлен. Ты никому не нужен. Ты был богатым. И ты думал, зачем мне Бог? Мне Бог не нужен. У меня есть богатство. Я сам все себе куплю. Я пойду в магазин. Ты знаешь, что может произойти? То, что в магазинах ничего не будет. И ты деньги свои тоже не съешь. Может, у тебя их и много. Но они все в циферках. И циферки тебя не накормят. Когда продуктов не будет в магазине, будет хаос. Сломается интернет, прервется, катастрофа. И вы увидите, что будет. Какой будет хаос? Сейчас интернет работает. Если только чуть затормозил, уже у тебя паника. Как же так? Представьте, если интернет на время выйдет из строя. Вы тогда увидите. Вы поймете, что вера в Бога всегда поможет вам. Вера в Бога всегда нужна нам, необходима. Я, вот когда мы стояли на собрании, сейчас пели, славили в Господа, благодарили Его за Его кровь, которая смылась в нас все грехи, и мы идем на небеса. У нас такая прекрасная жизнь с Богом. Знаете, я себя чувствовал таким счастливым человеком, таким благословенным человеком, состоявшимся, не каким-то ущербным. У некоторых людей понятие верующий значит ущербный, значит какой-то помешанный. Послушайте, верующий человек, это означает очень умный и мудрый человек. И вот я стоял и ощущал себя таким счастливым человеком, что я верю в Бога, что до меня это достигло более 20 лет. Представьте, я верю в Бога. И я настолько счастлив, я столько видел в своей жизни ответов от Бога. Бог благословил мою жизнь. Можно сказать, соткал и построил ее. С Божьей помощью, веря в Бога, Бог благословил мою жизнь. Есть мои сверстники, которые не верили в Бога. И там орудовал другой, там орудовал дьявол, и он разрушал их жизни. И много моих ровесников уже нету на земле, они уже погибли. А им надо было еще жить и жить несколько десятков лет. Остались, может быть, их маленькие дети, остались родные, мама, которая плакала. Представьте, им нужно было. И в то время, на то время, будучи молодым таким, ну, сказать, в юном возрасте, я приходил к ним и говорил о Боге, говорил о Христе, и они смеялись. Они думали, что это глупо верить в Бога. Но это на самом деле самая большая привилегия. Итак, для чего нужна вера? Вера включает в себя взаимоотношения с Богом. Кто-то, например, из людей просто верит в существование Бога. Ты веришь в Бога? Да, я верю в Бога, я верю в Бога. Но есть нечто большее, чем просто верить в Бога. Есть вера, которая включает в себя отношения, разговор с Богом. И не то, когда ты приходишь, выложил Ему всю информацию, которая у тебя на душе, и ушел. Нет. Ты также и услышал от Бога. И для этого, чтобы слышать Бога, нужна вера. Чтобы жить на этой земле, человеку нужна вера. Цель веры. Вот для чего нам нужна вера? У нее есть цель, чтобы преобразить нас в образ Божий. Опять вернуть нас в то первоначальное образ и подобие Бога. Когда Бог приходил к человеку и общался с ним без всяких проблем. И тело человека могло выдерживать это. И у него была вера. У него была настоящая вера. Не было никаких сомнений. И поэтому Бог мог приходить. Часто Бог не может в нашу жизнь приходить и проявляться, потому что у нас есть неверие. Мы не верим. И Бог говорит, я не могу работать. Я не могу работать. Вы скажете, да нет, Бог все равно приходит. Нет, я вам точно скажу. Если у вас нет веры, Бог не сможет с вами работать, сотрудничать. Он не сможет вам открываться. Он не сможет помогать вам. Вот если вы, у вас болит зуб. Очень болит, 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 болит. Так что вас это подняло прям, знаете, и вы пошли ко врачу. Вы приходите ко врачу и говорите, так сильно болит зуб. Так сильно болит зуб. Не могу ничего. Доктор говорит, ну давайте тогда лечить его. И доктор скажет вам, давайте, открывайте рот, повернется. А вы будете с большими глазами, такими страшными смотреть, что куда он повернулся. Он берет какой-то инструмент какой-то, крючок какой-то берет. Потом берет еще какой-то инструмент. Он жужжит. Он крутится, жужжит. Вам так страшно. И доктор подходит к вам спокойно, говорит, давайте лечить ваш зуб. Все, открывайте рот. Не, 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 не. Он говорит, ну я не смогу тогда помочь вам, если вы рот не откроете. Знаете, зуб болит, так хочется, чтобы прошел. А рот не открывается, потому что страшно, что доктор туда залезет, крючком найдет больное какое-то место. Потом будет сверлить, сверлить, еще кукольчики тебе туда понатыкает, чтобы тебе не больно было. Послушайте, если вы пришли к доктору, вам надо довериться. Должно произойти доверие. Вы открываете рот и говорите, сто процентов я вам доверяю. Что вы сделаете в моем рту, то и будет. Вот так же и с Богом. Бог хочет как-то помочь, говорит, а мы иногда сомневаемся. Мы сомневаемся. И мы не можем открыть наш рот. Мы не можем сделать то, мы не можем это сделать. Мы не верим, что это произойдет. Послушайте, многим людям сегодня надо поправить свою веру. Вот просто представьте. Я сейчас буду вам говорить факты, которые точно произойдут с верующими людьми. Я вам говорю, просто точно произойдет с настоящим верующим человеком. Я не знаю, кем вы себя как бы считаете, но я буду говорить про настоящих верующих людей. Верующий человек, который имеет отношение с Богом, проживет победоносную жизнь здесь на земле. Может она будет короткой, может она будет долгой, только Бог знает. В конце жизни он умрет, как бы физическая будет смерть, но не духовная. И пойдет на небеса, в рай, к Богу. И там будет радоваться. Вот представьте, он проживя всю вот эту земную жизнь, уже радовался с Богом. Видел победы. Да, проблемы приходили, но он побеждал эти проблемы, потому что он верил в Бога. А вера, твоя вера настоящая, это уже победа. Потому что ты доверяешь Богу. И представьте, ты здесь уже наслаждался с Богом. Ты видел ответы, ты видел его доброту, ты видел его руку, которая хранит тебя от всякого зла, от всяких врагов. И представляете, человек уходит из этой счастливой жизни. Жизнь с Богом, она счастливая. Если она на самом деле жизнь с Богом, то она только счастливая. Вариант один только. Счастливая, полноценно наполненная радостью жизнь. И вы представляете, и человек уходит туда, и уже с Богом навсегда. Навсегда. Вот представляете, если у человека нет веры, у него очень много будет вопросов. У него очень много будет страхов. Он будет больше и больше и больше работать, чтобы позаботиться о своем будущем. Он думает, что работая и делая, предпринимая что-то, вкладывая куда-то, или покупая там, 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 знаете, запасаясь продуктами, он продлит себе жизнь. А верующий в Бога, он спокойно работает. Бог его благословляет. Бог его благословляет. Там нет солнца, но там все светло. Там нету ночи, там нету полиции, нету греха, грабительства, обмана, лжи. Нет людей, которые развивают эти вирусы в лабораториях и высылают потом. Нету этих людей. Нету этого дьявола. И вы представляете? Вот она жизнь верующего человека. Теперь представьте, жизнь неверующего человека. Всего боится. Кто-то чихнул, кто-то там еще что-то сделал, поднапрягся. Ой, я же заболею. Ой, 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 а мои деньги могут сгореть. Ой, а мои недвижимости, недвижимости мои. Ой, а как же, а как же то, а как же так, а как же здоровье, здоровье. Знаете, он будет так переживать, так трястись. Почему? Потому что его сознание говорит, у тебя жизнь только на этой земле. Когда ты умрешь, у тебя жизни хорошей не будет. Ему все тело об этом говорит. Ему внутренность об этом говорит. И он в этом страхе живет. Я умру. Я умру, потому что умирают все. А что дальше? А что дальше? А что дальше? И он гонит от себя эти мысли и говорит, надо больше денег зарабатывать. И сейчас не думать об этом. Подумаем, когда этот день придет. Вот почему тебе надо беречь свою веру. Вот почему тебе надо Слово Божие говорить в своей жизни. Чтобы тебе еще жить и жить. И ты можешь засомневаться легко. Может что-то с тобой произойти. Что ты обидишься на Бога. И скажешь, я-то думал, я-то думал. А Бог мне не помог. А зачем мне тогда такой Бог нужен? Как жена Иова говорит. Да похули ты Бога и умри. Убей себя, другими словами. Жена, которая ведет мужа к самоубийству. Говорит, похули Бога. Выскажи Ему все, что ты думаешь. Обзавись на Него по полной программе. И потом просто убей себя. И он ей говорит, ты что, безумная что ли? Зачем это делать? Доброе мы будем принимать. А что, худое не будем принимать? Это проверка. Он жене пытался объяснить, что это мы проверяемся сейчас. И вы знаете что? И Ов действительно проверялся. И Авраам действительно проверялся. И апостол Павел и Сила действительно проверялись. Нет, мы не будем проверяться. Нам так достаточно той веры, как мы вышли вперед, покаялись. Христа принято. Нет. Написано, что хищник ходит, ища кого поглотить. То есть лев. Он ищет и высматривает. И он видит слабеньких. Если у него будет возможность напасть на сильного или на слабенького, догадайтесь, на кого он нападет. На слабенького. Ты слабенький в вере? Это ты виноват, что ты слабенький. Ты не должен быть таким. У тебя великий Бог. Почему у тебя вера слабенькая? Потому что слишком на другую информацию смотришь. Смотришь на обстоятельства. Смотришь на волны, на ветер. Но не смотришь на Христа. Тебе тысячу раз проповедовали. Смотри на Христа. Смотри на Христа. Смотри на Христа. Тебе говорю, смотри сюда. На Христа смотри. А ты все по сторонам. Все по сторонам. Как в той церкви. А как в той церкви. А та церковь закрылась. А та церковь тоже закрылась. Ой, а там уже умирают. А там тоже умирают. Ой, я не буду даже в церковь ходить. Потому что там заражаются. Ты что, верующий или какой-либо сомневающийся? Больше всего тебе нужно заботиться о своей вере. Потеряешь веру, и ты просто пропал. Ты погиб. И тебе уже никто не поможет. Потому что даже когда тебе придут реанимировать, ты будешь говорить, да, 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 говорите, говорите. Все, ты будешь ее вести как неадекватный человек. Тебе будут говорить, смотри, Слово Божие тебе говорит. Смотри, смотри, ты будешь уже говорить, знаешь, как твоя реакция будет? Да слышал я это все уже. Слышал я эти исцеления, фальсификация там всякая. Слышал я этих цельквей. Ты вот так вот будешь себя вести уже. Не надо мне этого ничего говорить. Не могу я это больше слушать. Тебе будут приходить уже такие, знаешь, зрелые духовные люди. Бог тебя любит. Я не верю, что Он меня любит. Почему? Потому что ты допустил, допустил разрушительной силе врага разрушить твою жизнь. Больше всего тебе нужна вера. И ты как мудрый человек, если ты, конечно, считаешь себя настоящим верующим и невестой Иисуса Христа, то ты должен понять, что без веры ты на небо не поднимешься. Без веры ты на небо не поднимешься. Не будет в этот момент, знаете, кастинга. Так, давайте посмотрим, сколько он Библию читал. А, Библию читал нормально. Так, 70% ставим. В церковь ходил? Хорошо. Через раз ходил? Хорошо. Еще 50%. Такого не будет. У тебя нету веры. И это все. Секунда. Вот как ту девушку сбила. Секунда. И она оказалась в другом мире. Так же и здесь. Восхищение церкви. Это секунда. Никто не будет стоять. Так, время пошло. Сообщи всем. 10 минут. Даем всем привести веру в порядок. Не привел ее сегодня. Не приводишь ее сегодня. Завтра будет понедельник. Страшный день. Послушай. Тебе надо будет завтра готовить веру свою. Настраивать ее. Защищать ее. От сомнений. От всяких вирусов. От всяких грибков. Тебе нужно иметь взаимоотношения с Господом. Каждый день. Каждый день. И завтра будет понедельник. Ты такой думаешь. Я воскресенье наелся. Мне на понедельник, вторник точно хватит. Не хватит. Не хватит. После завтрака. Через 3-4 часа. Ты уже себя чувствуешь голодным. И ты думаешь, что я воскресенье послушал Слово Божие. И то, если ты качественно слушал еще. Получил откровение. Потому что, когда ты слушаешь проповедь. Ты должен получать откровение. Ты не просто должен слушать человека. Ты должен через проповедь услышать. Господь сейчас мне вот это сообщил. Все. И записал. Yes. 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 Господь сказал мне. А проповедник даже не знает этого. Поэтому беспокойся об этом. Давайте помолимся.